ну вот сейчас мы убрали дополнительный баллон снизу и как говорится наша smart фишер 571 стандартной комплектации и сейчас мы сделаем замер скорости на веслах ну и потом дальше на различных моторах сейчас посмотрим ну я думаю так где-то пойдет и и и и Весла были как раз длинные, хорошие, то в стандартной комплектации у нас тут короче весла и вот эти вот, ими неудобно, реально неудобно, они длинные, сейчас мы поменяем на стандарт и попробуем, а премиум весло будет, мама моя проспорила, говорит, на том полонах, ну, подождите, я еще не видел, да? Да, она лучше, она лучше, ну, то есть требуешь все, значит я и за тебя поставил, давай Включили, внимание, марш! Раз, 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 раз Субтитры делал DimaTorzok Но максимальная скорость была показана 9 км в час Это на озерной без течения Соответственно на спокойном течении максимальная получается 10-11 км в час Если по течению реки В спокойном режиме мы шли 6-7 км в час Это можно идти долго не напрягаясь То есть по течению реки 6-7 км это получается 7-8-9 км в час То есть по сути это для даже каркасной байдарки считается очень хорошая скорость То есть вы сами видели насколько легко идет, инерция хорошая Ну поэтому я бы отдал предпочтение именно нашей конструкции без дополнительных баллонов То есть вот то что как бы испытано уже годами и временем Скорость на 2 км получается, километр 2 плюс Вот, а ну давайте не грестим сейчас Ну вот инерция какая Вообще замечательная Развернулся тоже элементарно И вот спокойно в темпе Получается 5-6 км в час по спокойной воде Это вообще можно легко попивать на ходу Поехали Ну вот сейчас мы поставили электромоторчик Винкота 55 И сделаем замер скорости Сейчас посмотрим Ну что, скорость на электромоторе 5 км в час Что и подтверждает название электромотора Что это тяговые двигатели Поэтому что мы будем ставить дополнительные баллоны Что мы еще там будем бороться за непонятно что У нас на электромоторе все равно по спокойной воде На этом будет скорость 5 км в час Но электромоторы, конечно, на закрытой акватории Ну море удовольствия То есть это спокойное перемещение Релакс, бесшумно То есть вот именно сплавы Вот в таком тендеме Весла плюс электромотор Здесь-то, собственно говоря, можно поставить тент На весь катамарат На тент сделать солнечную панель 200-ваттная панель в течение светового дня Будет полностью заряжать 100-амперный аккумулятор И, конечно, вот тогда это реально море удовольствия Да Ну что, теперь моторчик 2,5 км И замеры скорости Я понял, что надо лечь Чтобы сопротивления ветра не было Он быстрее пойдет Вот так Знаешь, как эти Сейчас мы включили GPS Вес? Сейчас Охажаемся Как и тот, наверное, там 12? А здесь 12, идите сюда. Ну что, максимальная скорость была показана 12 км в час, при нагрузке вот 3 человека, плюс аккумулятор, плюс двигатель, ну, грубо говоря, 300 кг нагрузки. Вот, посему можно сделать вывод, что на дополнительном баллоне была скорость на 1 км в час меньше. Валик выиграл. Поэтому, как бы вот так? Валик выиграл. Ну что, завершающий этап, то есть поставили мы двигатель 6 лошадиных сил в Сузуки. Не могу повернуть до конца, наоборот. Поверьте на слово. И сделаем сейчас замер и будет все ясно и понятно. Поехали. Поехали. У-у-у-у-у-у-у-у-у. Поехали? Тааа. Чистое, чи-тое. Ну что, друзья, максимальная скорость была на шестерочке 16 км в час максимальная, это по спокойной воде, чистые замеры. Ощущение очень хорошее. Могу подытожить, что для вот этого катамаранчика, ну и вообще, даже чтобы не плацовывать, но самая большая, это 4 км. Есть короткий и длинный. Посмотрите на нашем сайте. Так вот, именно вот весла плюс электромотор очень хороший тандем. И бензиновый двигатель 6 лошадиных сил устроит, я думаю, практически всех. Потому что и хороший подхват, и абсолютно безопасное маневрирование. И, ну, приятный, приятный. И задний ход отличный, и управляемость. Ну, как бы нареканий именно к этому мотору нет. Две с половиной лошадки. Он бюджетненький, хорошо заводится, но противно тарахтит. Скорость, ну, небольшая, немаленькая, да. Может быть, если рыбалка на небольших акваториях, и будут выбираться модели поменьше, то есть Smart Fisher, начиная с 370-го, то, может быть, вполне и тот моторчик подойдет. Ну, как по мне, из бензиновых я бы отдал предпочтение именно вот этим 5-6 лошадиных сил. Или же весла плюс электротяга. Ну, завершился наш день. Сейчас подведем итоги.